МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! О самом важном прямо сейчас в программе «Вовремя» в студии Наталья Храмова. Смотрите в выпуске. 60 миллионов долларов рекордная сумма поступит в республику на здравоохранение и просвещение в рамках одного проекта и благодаря сотрудничеству с Российской некоммерческой организацией «Вразийская интеграция». Общественность высказалась «за». В Бендерах прошло собрание по вопросу переезда Верховного Совета в город. Сегодня между Тирасполем и Бендерами было приостановлено движение троллейбусов, что произошло и кто стал виновником происшествия. Пять дней назад правительство подписало соглашение с Российской некоммерческой организацией «Евразийская интеграция», которая будет финансировать строительство в нашей республике детских садов и школ. А уже сегодня специалисты определились, в какие сроки будут реализованы первые этапы работы. 60 миллионов долларов. Никогда прежде такие суммы не направлялись в здравоохранение и просвещение нашей республики за раз в рамках одного проекта. Теперь, благодаря сотрудничеству с Российской некоммерческой организацией «Евразийская интеграция», эти деньги направят на проекты по созданию электронной библиотеки и оснащения компьютерами Приднестровского госуниверситета, закупку оборудования для борьбы с туберкулезом и онкологическими заболеваниями, на медицинскую помощь малышам, подготовку медработников, строительство и реконструкцию детсадов и школ. В соглашении говорится о 12 объектах. Это должны быть здания уровня 21 века, отметила Наталья Никифорова. Не чуть-чуть и не тяп-ляп, а так, чтобы это было на современном уровне и закрывало проблему. То есть взяты серьезные проблемы, серьезные вещи. То есть взята проблема в птизиатрии, значит, ее надо каким-то образом закрыть. Взята проблема педиатрии, значит, ее надо закрыть. Что касается мест в детских садах и школы, не построить, занять место. А максимально решить проблему с количеством детских дошкольных мест в учреждении. Выделение участков для застройки, создание документации, проверка всех данных, которые понадобятся строителям. Даны поручения, чтобы со всем этим не было промедления. На совещании говорили, сложнее подготовить те площадки, где требуется сначала снести ветхие здания, чтобы на их месте построить новые. В таком случае требуется решение сессий горрайсоветов. Например, у меня, я не очень представляю, как это быстро можно будет сделать. У меня 25 апреля сессия открылась, и до сих пор не закрылась, ввиду отсутствия горрого. Тем не менее, в Бендерах уже сегодня российские и приднестровские специалисты посетили объекты будущего строительства. Завтра их ждут в Тирасполе, затем в Рыбнице. На совещании поставлена задача, документацию, необходимую для начала работ на всех объектах, предоставить правительству до 7 июня, чтобы еще через три дня направить ее в Москву. Как только мы получим эти планы, значит, сразу же сажаем на них, виртуально пока сажаем здания, и уже начинаем проектировать конструктив подъездные пути и коммуникации. Организация «Евразийская интеграция» подрядчикам на всех проектах назначат крупные российские компании. Им предстоит курировать строительство. А сами работы будут выполнять приднестровские специалисты, сообщили на совещании. Степан Бугаев, Роман Донец, Первый Приднестровский. Этим летом будет сдана основная часть детских садов и других объектов, на ремонт которых Россия направила гуманитарную помощь в конце прошлого года. Об этом сегодня заявили на заседании специальной госкомиссии. Речь идет о реконструкции 23 зданий по всей республике на сумму свыше 15 миллионов долларов. В ближайшее время в таких районах, как Григориополь, Григориопольский район, Слободейский район, некоторые объекты будут сданы госкомиссией. Что касается больших объектов, таких как детские сады, которые подвержены полной реконструкции, такие объекты есть в Террасполе и в Бендерах. Их сдача планируется ко 2 сентября, к дню республики. Отмечено, что есть задержка в реконструкции детсадов каменского района. В чем причина этого, госкомиссия выяснит на месте. И заодно определиться с тем, какая помощь каменскому району необходима для проведения работ. Льготы на проезд, арифы для жителей и промышленных предприятий. Это основные темы разговора с жителями Днестровска, заместителя председателя правительства по вопросам экономики. Накануне она провела встречу с жителями города. Днестровские пенсионеры жалуются, что их заставляют в полном объеме оплачивать проезд в общественном транспорте. В начале месяца возникла ситуация, когда на незначительное время Днестровск выпал из общей системы льгот. Однако довольно быстро приняты необходимые меры, чтобы льготы действовали в прежнем объеме, говорили на встрече. В 88-е постановление правительственное было опубликовано еще 21 мая. Было предистое в газете, оно опубликовано. Я сегодня ездила в Терраску, мне просто баканские ответили, что никакие льготы еще не возобновлены. Сама возникает фактор. Позвоню в службу транспорта и спрошу, почему до сих пор не исполняется. До перевозчиков надо. Они должны были поставить перевозчиков в известность о том, что опубликовано. И операторам. И почему до сих пор государственный оператор не в курсе того, что льготы возвращены. Спасибо большое, что вы сказали об этом. Цены на рынке хотели бы пересмотреть многие жители Днестровска. Закон о ценообразовании, который наделил бы правительство большими полномочиями в этой сфере, Верховный Совет отклонил. Теперь, говорит Майя Парнас, решено открывать в городах социальные магазины по принципу социальных аптек, где цены были бы значительно ниже рыночных. Уже открываются точки. от прямых поставщиков, то есть от тех, кто производит, чтобы работали не перекупщики. Уже три магазина готовятся к открытию в разных районах. Будем разговаривать с главой, как будет выделено место. Молдавская ГРЭС – городообразующее предприятие Днестровска. О ситуации на электростанции жители задали сразу ряд вопросов. Повышена цена на природный газ. Вопросы в том, что на 700 с лишним миллионам долларов задолжала Молдавская ГРЭС. Мы вас очень просим, чтобы на сегодня газ был по 144 доллара за 1000 км. Да, действительно, экспорт уменьшила Молдавская ГРЭС. Переговоры велись с Молдавской ГРЭС по возобновлению работы. Молдавская ГРЭС ставит свои условия. То есть Молдавская ГРЭС на сегодняшний день передала свой контракт Украине. И мы считаем, что это действие не совсем дружественное со стороны Молдавской ГРЭС в отношении Приднестровской Молдавской Республики. Если учесть, что мы действительно даем и на сегодняшний день цена газа и для всех предприятий, не только для Молдавской ГРЭС, она ниже контрактной, больше, чем на 100 долларов, ниже контрактной цены. То есть и на сегодняшний день предприятия датируются этим газом. То говорить о том, что вы нам дайте еще ниже, если нет, мы просто перестанем вырабатывать электроэнергию. Хорошо, тогда вопрос следующий. Вы знаете прекрасно, что с 1 апреля был заключен контракт поставки электроэнергию в Молдову по 6,9 центра за колорад часа. Значит, при цене 257 долларов за 1000 километров мы никак не вписываем в эту цену. А вы знаете, что с Молдавской ГРЭС велись переговоры по поводу того, что дать возможность работы для того, чтобы вписаться в эту цену. И Молдавская ГРЭС, руководство Молдавской ГРЭС отказалось. Несмотря на различные позиции, отметила Майя Парнас, правительство все-таки продолжит вести переговоры с Молдавской ГРЭС, чтобы предприятие взяло за выполнение больших заказов и было обеспечено полноценной работой. Анастасия Чернитинская, Степан Бугаев, Юрий Прошичев, Первый Приднестровский телеканал. А министр просвещения Светлана Фадеева встретилась с жителями Григориопольского района. Их интересовала ситуация в системе просвещения в целом и решение задач в отдельно взятом районе. На встречу пришли не только простые граждане, но и учителя школ города и района. В зале почти нет свободных мест. На встречу с министром просвещения каждый пришел не только послушать, но и задать свой вопрос. А их, говорят, учителя накопилось очень много. Это и низкая зарплата, и нехватка учебников. Каждый из вопросов требует внимания министра. Из тех проблем, которые поднимались сегодня, часть проблем уже решается. Часть проблем находится в стадии разработки решения. Часть проблем, к сожалению, на сегодняшний день решенной быть не может. Это проблемы, которые поднимались и с переводом 6-дневной учебной недели на 5-дневную учебную неделю. К сожалению, здесь есть определенные требования САМПИНов. Среди вопросов и обеспеченность учебниками. Из 17 школ в районе большая часть с молдавским языком обучения. Как говорят учителя, учебных пособий не хватает. Если раньше эта проблема хоть как-то решалась, в рамках программы учебник печатались новые издания, то того, что есть сейчас, не хватает. Министр отвечает, уже принята и реализуется новая программа на два года. В ее рамках будут изданы пособия и художественная литература для дошкольных учреждений. Еще одна помощь школам – электронная библиотека. На совете по образованию было принято положение, пока в первом чтении, о библиотеке электронных учебных пособий образовательных учреждений. И мы планируем развивать электронные учебные пособия для того, чтобы дать возможность учащимся все-таки пользоваться хотя бы в электронном виде теми учебниками, которые разработаны, издаются и переводятся на территории Приднестровской Молдавской Республики. Спрашивают министра и об обеспечении кадрами. Молодые специалисты уходят не только из городских школ, но и сельских. Мы испытываем острую нехватку молодых специалистов и пытаемся находить какие-то различные пути для того, чтобы закрепить молодых специалистов, привлечь в отрасль, чтобы мы могли давать достаточный уровень образования и развития нашему молодому поколению. Такие встречи, говорит Светлана Фадеева, очень полезны и позволяют большинство проблем увидеть изнутри. Детальный министр уже изучил о положении дел в Дубосарах, Рыбнице, Каменке и Днестровске. На очереди все остальные города и районы республики. Татьяна Лилица, Татьяна Коркина и Дмитрий Дьяков. Первый Приднестровский. Сегодня глава Министерства здравоохранения республики встретился с представителями ЮНИСЕФ. В Приднестровье интерес этой международной организации по защите детей вызвало состояние перинатального центра, а также иммунизация населения. Сотрудник Международного детского фонда Василий Гуменный сообщил, приднестровцы сегодня прививаются активнее, чем в соседних странах. Иммунизация населения республики составляет 93%. Гостей интересовали также условия перевозки и хранения вакцины и организация работы с педиатрами и населением. Представителей ЮНИСЕФ интересовало также качество медицинской помощи новорожденным. В прошлом году в Приднестровье с этой целью на базе Республиканского центра «Матерь и ребенка» был создан перинатальный центр. Центр предназначен для оказания помощи родившимся детям с врожденной патологией и детям, которые сегодня рождаются с малым весом. Хочу сказать, что на сегодняшний день у нас есть хорошие результаты. Сегодня мы уже выхаживаем детишек, которые имеют 800-900 грамм. Вот в этом плане и будет работа на сегодняшний день данная организация именно в плане вынашивания, в плане оказания помощи детям в перинатальном периоде. Основная деятельность Международного детского фонда направлена на повышение квалификации медицинского персонала детских медучреждений. На встречу, по словам министра, договорились создать две рабочие группы от Приднестровья и ЮНИСЕФ. Им предстоит выработать программу совместной работы, которая, по словам Василия Гуменова, продлится до следующего года. Анализа отчислений денежных средств в республиканский бюджет за 4 месяца текущего года было посвящено рабочее совещание, состоявшееся в Государственном таможенном комитете. В нем приняли участие представители руководства ГТК, начальники таможенных управлений и отделов, в сферу деятельности которых входят вопросы пополнения госказны. По данным информационно-аналитического управления ведомства, с января по апрель уровень исполнения таможенными органами республиканского бюджета составил 76%. Согласно прогнозу, план этого года в действующей редакции будет исполнен уже к 9 октября, а к декабрю перевыполнение составит не менее 32%. Основные задачи, которые стоят перед таможенным органом, это, прежде всего, функция фискальная. Безусловно, она не является единственной, но основной и главной для системы таможенных органов. И этим вопросом таможенный комитет по-прежнему уделяет очень большое значение. Работа проводится совместно таможенным комитетом с региональными таможнями. Перед ними ставятся задачи и обеспечивается контроль по основным показателям доходной части республиканского бюджета с целью исполнения в полном объеме тех показателей, которые доведены до конкретно каждой таможни и в целом по системе таможенных органов. Уровень исполнения таможнями плановых показателей поступлений в бюджет стал темой углубленного изучения. Состоялся обмен мнениями в части выявления источников пополнения доходной части республиканского бюджета. В рамках проведенного анализа перед начальниками таможен поставили ряд задач. Кроме того, на совещании прорабатывались вопросы внедрения более совершенных программных продуктов, позволяющих участникам внешнеэкономической деятельности сократить и временные издержки при осуществлении таможенных процедур. В их числе система осуществления платежей через единый лицевой счет экономических агентов в таможенных органах, которая в значительной степени упростит процедуру внесения денежных средств и их списания с авансовых счетов участников ВЭД. Работа в этом направлении будет продолжена, сообщают в ГТК. Продолжаем выпуск. Неудачный маневр водителя фуры парализовал троллейбусное сообщение между Тирасполем и Бендерами. ЧП произошло сегодня в первой половине дня. По словам очевидцев, большегрузная фура въезжала в Тирасполь со стороны Бендер. При повороте она зацепила троллейбусные линии, произошел обрыв. Через несколько минут на место прибыла аварийная ремонтная бригада, которая зафиксировала обрыв троллейбусных линий сразу в трех местах. Поломка очень серьезная. Наша аварийка одна не в состоянии это сделать быстро. Наверное, будет помощь со стороны Бендера, так как стоит и 19-й наш, и 19-й Бендера. Теперь у нас 19-й парализован на целый день. Двойка разворачивается на совхозе, но это ведется работа большая. Считайте, с 10-20, может, до 5-ти закончат. Для устранения последствий аварии и возобновления троллейбусного сообщения между Тираспольем и Бендерами ремонтникам потребовалось 3 часа. Виновник аварии с места происшествия скрылся, но сотрудникам столичной госавтоинспекции после опроса очевидцев удалось установить номерной знак фуры. Его поиск, говорят в ГАИ, дело недолгого времени. К другим темам. Проект нового налогового кодекса сегодня на очередном пленарном заседании рассматривали депутаты Верховного Совета. По мнению разработчиков, нововведения позволили бы снизить налоговую нагрузку промышленных предприятий и стимулировали бы инвесторов. Однако после долгого обсуждения законопроект был отклонен. Налоговый кодекс разрабатывался в рамках гармонизации законодательства с Российской Федерацией, но с учетом специфики тех налоговых правоотношений, которые уже существуют у нас в республике, отмечала в своем выступлении замминистра экономического развития. А именно, предлагается вместо налога на доходы организации ввести три других. Налог на имущество юридических лиц, налог на прибыль и налог на добавленную стоимость НДС. Расчеты показывают, что с возвратом к традиционной системе налогообложения, сочетающей прямое и косвенное налогообложение, сумма поступлений в бюджет от трех налогов была бы более чем в полтора раза выше, нежели сумма, поступивших в 2011 году по налогу на доходы. Кроме того, добавила Ирина Швец, налоговая нагрузка на промышленные предприятия уменьшилась бы вдвое. Вопросы у депутатов возникли по отношению к НДС. Этот налог относится к числу так называемых «косвенных» и ложится на потребителя конечного продукта. Налог на добавленную стоимость – это косвенный налог, который всегда ложился на потребителя и всегда ложится в остальных странах. Это понятно. Но косвенно, даже если говорить о налоге на доходы, то в принципе и он на сегодняшний день ложится на потребителя. Потому что рассчитывая себестоимость товара, учитывается та рентабельность, которая необходима для уплаты налога на доходы. И если мы даже говорим, что это прямой налог, то косвенно он все равно учитывается и ложится на плечи потребителя. При этом не стоит забывать, говорит Майя Парнас, что на продукцию, идущую на экспорт, налог на добавленную стоимость будет возвращаться производителю. Насколько это возможно в условиях дефицита бюджета, спрашивали в свою очередь парламентарии. На заседании отмечали, подобный вид налога существовал в республике до 2000 года. После реформы 2001-го был введен налог на доходы, и тогда это решение было оправдано, говорили депутаты. Так вот этот налог послевоенных государств, где инфляция высокая, а системы учета нет. И система простая, получил рубль, заплатите из копеек. Вот мы перешли на эту систему, которая может быть была и проще в учете, но она никак не стимулирует производство и никак не стимулирует какое-то развитие экономики здесь. И на мой взгляд, хотя у меня тоже тысяча вопросов по процедуре, по НДС, я знаю, что есть проблемы, но на мой взгляд, сама система предлагаемая, она будет стимулировать именно производство. Я предлагаю дать возможность экономическим агентам выбрать систему. То есть если Молдавскому металлургическому заводу выгодна система налога на добавленную стоимость, пусть он ее выбирает и по ней оплачивает налоги. Мало того, докладчик нам сказал, что налоговая нагрузка снизится, значит действительно Молдавскому металлургическому будет выгодно пойти на эту систему. Он просчитает, у него есть экономисты, юристы. И пусть он переходит на эту систему в рамках развития будущих разговоров по данной системе. Большинством голосов депутаты законопроект отклонили. По их мнению, на данный момент к нововведениям в налоговой сфере республика не готова. В реальности мы сегодня, по нашему мнению, не готовы к реализации данного законопроекта. Государство не готово. Почему? Реформа бухгалтерского учета не завершена. Я уже называл цифры. Из 20 действующих в России стандартов у нас 16. И те, насколько мне известно, некоторые нужно дорабатывать. Однако закрывать тему перехода на новую налоговую систему парламентарии не собираются, говорили на заседании. Перемены в этой области нужны. Тем более, что они соответствуют мировым стандартам. А их эффективность доказана мировой практикой. Татьяна Сиарова, Наталья Храмова и Егор Бекерский. Первый Приднестровский телеканал. В продолжение темы. Общественность Бендер высказалась за переезд Верховного Совета в город. Накануне в Бендерах прошло собрание, на котором обсуждался этот вопрос. По мнению представителей местных общественных организаций, это только положительным образом скажется на статусе второго по величине города Приднестровья. На встрече говорили, что Бендеры сегодня находятся в уязвимом положении. Здесь стала накаляться общественно-политическая обстановка. Необходимо повысить статус города, чтобы противостоять произволу молдавской полиции, призывали бендерчане. Прекрасно понимаем, что в наших горожанах есть озабоченность, боязнь, что в любой момент, как люди в открытую говорят, что город Бендеры могут стать. Я считаю, что правительство и президент приняли правильное решение. Я лично одобряю, чтобы действительно одна из ветвей во власти, а именно Верховный Совет, чтобы перешел город Бендеры. Нахождение законодательного органа власти, Верховного Совета, одного из высших органов власти Республики, если будет находиться в Бендерах, никогда и никто не позволит провести границу Республики под Нестру. Все рассматривается в комплексе. И вопрос перевода Верховного Совета в Бендеры, вот мы считаем, мы в мире целом говорили, это стратегический ход, который закрепляет город Бендеры за столбин. Мне понравилось, что сказали, вот мы будем в кабинетах, а вот если мы оттуда выйдем, где мы будем работать? Все эти доводы депутаты Верховного Совета отвергли 23 мая, когда приняли постановление, в котором выразили свою отрицательную позицию по поводу переезда парламента в Бендеры. Некоторые народные избранники попытались аргументировать свое решение на этой встрече. Есть аппарат Верховного Совета, с помощью которого Верховный Совет принимает и оформляет в соответствии с регламентом и законодательством Приднестровской Молдавской Республики, соответствующие подзаконные и нормативные акты и законы. Так вот, если законодательный орган на некоторое время не сможет работать, то мы потеряем один из видов государственной власти в республике. Однако с такой постановкой вопроса согласны не все депутаты. Они говорили, работа Верховного Совета не остановится ни при каких обстоятельствах, а благополучие целого города должно стоять выше всего. Кто такие депутаты? Это люди, вами и такие же люди, как вы, вами избранные, и которые должны принимать любые действия, которые улучшат благосостояние избирателей. Во-первых, Верховному Совету, по большому счету, все равно где работать. Да, я бендерским не легче, чуть ближе. Но на самом деле многие теплоты терраспольские в день по несколько раз бывают в бендерах. Пользу мы тут, конечно, извлекаем колоссально. Во-первых, и наши люди получат рабочие места при ремонте этих зданий, при ремонте дорог. Второе, мы сегодня имеем троллейбусную линию, ее тоже надо как-то задействовать, она должна тоже работать. Пусть работает, пусть ездит нам по этой троллейбусной линии. Ведь не сегодняшнего дня это дело, его не завтра будут размещать в Верховном Совете. Ведь это принципиальное определение сегодня. Перевести Верховный Совет в Бендеры предполагается не для каких-то абстрактных целей, а для того, чтобы укрепить второй по величине населенный пункт республики, его статус как неотъемлемой части Приднестровья, отметил глава города. Город Бендеры – это город воинской славы, единственный город Приднестровской Молдавской Республики, просящий это знамя. Это город, который своей кровью отстоял и своей преданностью доказал приверженность идеалам свободы, идеалам любви к жизни, идеалам стойкости и мужества. И, конечно, вызывает большое огорчение то постановление, которое принято было депутатами Верховного Совета, в том числе и бендерскими. На встрече также говорили, что в освобождаемые парламентом помещения, согласно поручению, которое дал глава государства правительству, будут переведены и компактно размещены другие органы власти. В свою очередь, высвободившиеся после этого здания должны быть переданы на баланс столицы для размещения там детских садов и иных социально значимых учреждений. Ирина Мишина, Татьяна Сярова и Егор Бекерский. Первый Приднестровский. К другим новостям. В преддверии Дня защиты детей в Чопручской основной общеобразовательной школе-интернате сегодня устроили настоящий праздник с песнями, танцами и, конечно, подарками. Новые мечи, развивающие игры, сладости. Подарки от почетных гостей пока мирно лежат в стороне. В центре внимания сейчас не они, а дети. Сегодня в Чопручской школе-интернате 101 воспитанник. 24 из них – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Они попадают сюда из разных уголков республики. Миша Завтур, к примеру, родом из Григориопольского района. Там, дома, он часто прогуливал школу и отличался не самым примерным поведением. Здесь стал хорошо учиться и начал заниматься танцами. Теперь это его любимое увлечение. Тут мне нравится, тут хорошо. Здесь очень любят тебя, они относятся к тебе очень по-людски. Своих воспитанников здесь действительно любят и берегут, как родных детей. В школе обучаются дети из малообеспеченных многодетных семей, дети-сироты. Дети, у которых в судьбе не всегда все складывается, как хотелось бы, хорошо, благополучно. Дети, которые нуждаются в помощи, в поддержке. Дети, которые нуждаются во внимании. Мне кажется, будто это моя мама. У меня мама, не со мной она сейчас, она меня оставила, но все равно я помню о ней и стараюсь сделать ее такой, какой я ее представляю, а не такой, как ее есть. Мама, родительский дом и огромное количество цветов. Вот она, идеальная мечта ребенка из школы-интерната. И хотя сейчас они радуются наступлению каникул, готовятся к поездке в летний лагерь, каждый из них мечтает об одном – о своей семье. Ирина Полесик, Дмитрий Глухенький, Первый Приднестровский телеканал. Симфонический оркестр Приднестровья – одна из визитных карточек республики. В канун Дней славянской письменности состоялось закрытие 18-го концертного сезона. Каждый новый концертный сезон оркестра не похож на предыдущий. Вот и нынешний порадовал поклонников Прекрасного премьерами и новыми встречами с именитыми гостями. В этом сезоне со сцены звучала даже скрипка погонений, на которой играл американский солист. Фестиваль классической музыки и творческая встреча с Евгением Догой, а также совместные концерты с юными талантами Приднестровья – это лишь малая часть тех событий, в которых прославленный коллектив принял участие. Каждый наш концерт – это новое произведение, это свежая программа. Мы не повторяем одно и то же. Мы каждому концерту готовим новую программу. То, что подбор программ построен по такому принципу – лучшие образцы мировой классической музыки. Я считаю, что то, что у нас есть симфонический оркестр, то, что в симфонического оркестра есть публика – это самая большая изюминка в нашей республике. Заключительным аккордом всего сезона стал концерт, приуроченный дням славянской письменности – Чайковский, Глинка, Рубинштейн. Со сцены звучали произведения только русских композиторов. Замечательный был концерт. Особенно понравились солисты. Молодые, талантливые, удачливые. Перенасыщенное состояние души от услышанного, прекрасного, концертного, вы знаете, уникального произведения, всех произведений. Следующий, девятнадцатый сезон, будет открыт уже 20 сентября. По словам Григория Масейко, он обещает быть не менее увлекательным. В Белорусском Гомеле завершился 23-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов по футзалу. От Приднестровья в этом году в самом престижном клубном турнире «Континента» выступила терраспольская команда «Днестр». На групповом этапе подопечные Александра Орехова встретились с хозяевами первенства белорусским клубом ВРЗ и российским клубом «Армии». В обоих матчах наши футзалисты уступили со счетом 0-5 и 4-7 соответственно. По итогам соревнований обладателем Кубка Лиги чемпионов во второй раз стали хозяева турнира «Белорусы». В финале гомельский клуб с результатом 2-0 обыграл московская «Динамо». Дебютант соревнований терраспольский «Днестр» в свою очередь финишировал в турнире на 11-м месте. А тем временем в Бендерах состоялось первенство города по спортивной акробатике. Соревнования проходили в два этапа и объединили спортсменов разных возрастных категорий. В первом юношеском разряде равных не было Виктору Марой и Милене Рудик. Артур Акбаш стал лучшим в первом спортивном разряде. А лучшие баллы среди начинающих акробатов заработали Иван Рязанов и Антонина Шаргу. Чемпионские награды и титулы важны для спортсменов любого возраста. Однако организаторы отметили, что основная задача тренеров – формирование пар и групп для работы во взрослых разрядах. У нас вид спорта такой, когда формируются составы. У нас не одиночки, каждый сам по себе, а у нас там четверки, пары, тройки. И мы выбираем способных по совместимости, психологической, много параметров. Лучшую программу среди смешанных пар показали Илья Сараев и Антонина Шапкова. В соревнованиях женских троек первенствовали Эльвира Кукаш, Ангелина Владова и Александра Танасичук. Мужская четверка в составе Эдуарда Бондаренко, Эрика Кукаша, Данилы Гарница и Максима Титова завершила соревнования, завоевав золотые медали. Впереди у лучших акробатов Бендерской школы, международные старты на Украине и выступления в официальном чемпионате Молдовы. Оксана Шахова, Вадим Гачков, по северу Шкаван, Первый Приднестровский телеканал. Это были главные новости уходящего дня. С последними событиями также можно познакомиться на сайте нашего телеканала. А теперь о погоде на завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Ветер юго-восточный 7-10 метров в секунду, атмосферное давление ниже нормы. Температура воздуха ночью по северу Республики плюс 12, плюс 14, днем 25-27 выше нуля. В столице ночью плюс 13, плюс 15, днем 26-28 со знаком плюс. Акция в магазине техники «Фокстрот» со 2 апреля по 20 июня беспроцентный кредит без справки о доходах сроком до 24 месяцев. Например, стиральная машина «Индузит» всего за 140 рублей в месяц, а жидкокристаллический телевизор «ЛГ» всего за 380 рублей в месяц. Магазин техники «Фокстрот». Комфорт и цены – одно удовольствие. Центральная улица города Тирасполь, 25 октября, 98. Телефон 7-2007. У меня на этом все. Спасибо, что были с нами. Увидимся на Первом Приднестровском, как всегда, вовремя. Субтитры подогнал «Симон»!